Сегодня в эфире. Их относительная неточность объясняется, во-первых, тем, что обычный тест может обнаружить только достаточно сильную реакцию организма на аллерген, вещество, которое вызывает патологический ответ организма. Если реакция слабая, тест ее не видит. То есть, анализ не фиксирует низкую концентрацию иммуноглобулина Е, ИЧ, белка, по наличию которого определяется аллергическая реакция. При этом даже если у пациента низкая концентрация ИЧ, чувствительность к аллергену может быть очень высокой, и болезненные симптомы могут проявляться достаточно сильно. Во-вторых, анализы могут давать неточную информацию из-за того, что аллерген – это сложное вещество, в его составе несколько компонентов. Каждый из компонентов может быть причиной аллергии. Это осложняет поиск ответа на вопрос, что именно вызывает аллергические симптомы. Например, аллергия на пыльцу дерева означает, что какой-то из компонентов пыльцы вызывает патологическую реакцию организма. Но этот же компонент может находиться в каком-нибудь продукте питания. Аллергик в таком случае будет реагировать и на то, и на другое. Например, на пыльцу березы и на яблоки. Компонент, которого мало, называют минорным, и несмотря на то, что его мало, он может вызывать очень сильную аллергическую реакцию. Основной компонент называется мажорным. В этом одна из проблем аллергологической диагностики. Если симптомы возникают после того, как человек съел яблоко, тест, вероятно, подтвердит аллергию на яблоко. Значит ли это, что достаточно не есть яблоки, чтобы заболевание не проявлялось? Уверенно ответить, да, невозможно, потому что истинной причиной аллергии может быть не само яблоко, а какой-то другой аллерген, чьи компоненты подобны компонентам яблока. Традиционные методы анализа не могут решить этой проблемы, провести дифференциальную диагностику по аллергенным компонентам невозможно. В заключении врача будет написано, аллергия на березу, при том, что в действительности реакцию вызывает не мажорный компонент, а минорные компоненты березовой пыльцы, белки, которые характерны для травы тимофеевки. Избежать ошибок помогает аллергодиагностика иммунокап, с внедрением которой в аллергологии произошла настоящая революция. Для тестов иммунокап используются искусственные рекомбинантные аллергены, получаемые методом молекулярного клонирования. С их помощью получается результат такой точности, какой нельзя добиться традиционным методом, определяются не только мажорные компоненты, специфические для данного аллергена, но и минорные. Очень важно то, что новая технология позволяет обнаруживать сверхнизкое количество ИДЖ. Раннее выявление специфического ИДЖ даст возможность остановить так называемый аллергический марш, движение от слабых форм аллергической реакции, драматит, к более опасным астма. Если концентрация ИДЖ не дошла до уровня, при котором диагностируется аллергия, полученный результат даст информацию для прогнозирования возможного развития аллергии в будущем. В этом смысле иммунокап помогает определиться не только с диагнозом, но и с прогнозом. Наконец, важным преимуществом анализов иммуносор является скорость выполнения – 4 дня вместо 10 суток, требующихся для традиционного исследования. Большинство лабораторий в мире уже используют технологию иммунокап для аллергодиагностики. В России, к сожалению, эта методика пока слабо распространена. Начиная с лета 2013 года лабораторная служба «Хеликос» вводит в свой каталог тесты иммуноса. Теперь в «Хеликсе», с максимально доступной современной науке точностью можно подтвердить или опровергнуть аллергию на определенное вещество. Обновление каталога тестов «Хеликса» началось с ингаляционных и пищевых аллергенов. Тесты станут более чувствительными, и выполняться будут быстрее. В ближайших планах лабораторной службы – увеличение количества предлагаемых тестов иммуносоры и введение новых скрининговых панелей, позволяющих воспользоваться всеми описанными преимуществами этой технологии. Лабораторная служба «Хеликос» Телефоны единой справочной службы 812-309-12-21-8-800-700-03-03 Звонок по России бесплатный «Хеликос.ру» На правах рекламы лицензия номер 78-01-00-28-92 24 июля 2012 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Здоровье!